Декрет номер три подтолкнул белорусов, пожалуй, впервые серьезно задуматься. Кому и за что мы платим налоги? Что такое бесплатная медицина и образование? Налоговая система, кстати, основана на принципе перераспределения материальных благ. Другими словами, от каждого по возможности, всем по потребности. Потребности, конечно, у всех разные. Например, в медицине. Мне достаточно приема у терапевта при простуде, а соседу нужна пересадка почки. Но это сегодня, а ведь завтра мы можем поменяться местами. О социальной справедливости, труде и налоговом бремени мы предложили поразмышлять людям из разных сфер деятельности. Объединяет наших респондентов то, что каждый из них в нашем регионе является безусловным авторитетом. Тимофей Глушаков величина непоколебимая. Пожалуй, самый активный и уважаемый общественник в регионе. Поддерживает детей и молодежь пенсионеров. Перевалило за восьмой десяток, а он весь в работе. Привычка трудиться заложена в детстве. Чувство справедливости и равенства тоже еще оттуда. Тимофей Иванович – идеалист в хорошем смысле слова. Но я вот, собственно, в деревне родился. И я ходил, когда мать умерла, я ходил в седьмой класс, и мы остались с отцом. Это же деревня, поэтому надо было. Отец работал в хозяйстве, а дома жена была везти, поэтому я занимался полным хозяйством. Поэтому у меня труд сегодня стоит на первом плане. Каждый человек должен трудиться. Каждый человек должен зарабатывать для себя, для мужчины, для семьи, или жена тоже для семьи, потому что она выращивает детей и так далее, и так далее. Я понимаю так, справедливость, если он работает и зарабатывает, вот это будет справедливость. А если он хочет проразвить за счет других, это несправедливость. Ну вот сейчас этот декрет номер три. Он правильный. Должна очень четкая, конкретная работа быть с каждым человеком. С каждым человеком. Но то, что каждый работающий должен энную сумму отчислять, или подоходный налог, как говорится, это законно. Сергей Михалевич – человек новой формации, но тех же принципов. Молодой, продвинутый, дерзкий. 12 лет упорного труда и сын медсестры и железнодорожника стал топовым ведущим Беларуси. О том, что считает справедливым, и о том, что ему не нравится, говорит резко, без обинников. Я не понимаю людей, которые говорят о том, что плохо жить, нет работы, нет денег, и при этом ничего не делая. К сожалению, сейчас на данный момент развивается очень много нелегальных структур, нелегальных ведущих, с которыми я должен бороться. С которыми я должен конкурировать не наравне. Потому что я плачу налоги, у меня юридическое лицо, я вкладываю деньги в свое образование, вкладываю деньги в свою рекламу, в самопиар. А кто-то этого не делает, и я должен еще помимо того, тратив очень много средств, еще и конкурировать с нелегальной сферой. Елена Соливончик – один из лучших отариноларинголога в стране. Она знает, как государство распоряжается налогами, видит, какие суммы ее руками вкладываются в граждан. Как медик о том, что значит социальная справедливость, знает, пожалуй, лучше остальных. Ни в коем случае ни один специалист, ни один доктор не имеет права, даже морального права, делить пациентов на имущих и неимущих, работающих и не работающих, молодых и пожилых, трудоспособных и нетрудоспособных. В 2016 году в нашем отделении внедрены высокотехнологичные методы хирургического лечения патологии среднего уха. Выполнялись микрохирургические операции со слухоулучшением. И эти операции были выполнены также на бесплатной основе. 28 человеком были установлены титановые импланты, были установлены слухоулучшающие системы Вайбранд, Бонбридж, системы Баха, которые позволили людям с тугоухостью второй, третьей степени слышать. Один Вайбранд стоил 270 миллионов белорусских рублей, это вот еще тех. А вот Бонбридж 240 миллионов. Бах, ну по-моему тоже так. Мы смеялись даже между собой, что каждому квартирку однокомнатную в каждом ушко поставили. Жить и работать по совести – самый простой, действенный секрет успеха. После встречи с нашими собеседниками сомнений в этом не остается. И вопрос налогового времени видится иначе. Налоги – монетизация нашей заботы о детях, о родителях, о нашем личном будущем. Анастасия Кучинская, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гоми».